МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У Беларуси означается «День ведау». У гэтым навучальным годзе на Гомельщине у 528 установах середней адукации будуть вучиться каля 160 тысяч школьников. Наши корреспонденты побывали на открытии 74-й середней школы у областным центры. Гэтая установа узводилася при непосредной потребции Александра Лукашенки. Почас великой размовы с президентом, с ответной просьбой, дай агость вернулись мясцовые жахары. До конца 2019-го гэтая установа лечилась адугабудом. У совязи с засутностью финансовании, ее будавництва было заморожено на протягу шасти годов. На той час поспели узвести подморок и стены. После того, как специалисты зарабели экспертызу и пропоновали свое расшение, на пляцовку вышли будавники. Об напруженности работ можно мерковать по таким факте. По нормативах школу необходимо было сдать в эксплуатацию в мае 2021-го, али усе работы завершили на початку гэтага навучального года. Пиковые моменты на строительной площадке работало порядка 500 человек. Работа производилась иной раз круглосуточно. Все понимали степень важности данного объекта и отнеслись к ней максимально серьезно. Особенно учитывая нюансы того, что это был долгострой, который длительное время был заморожен, учитывая сжатые сроки объекта, строительство было очень интересным с технической точки зрения. Протяглый час гэтую установу называли школой у 21-м микрорайоне Гумеля. Теперь она отримала уластный номер – 74. По проекте она различена на 765 местов, але заяв оказалось около тысячи, не отмовили никому. Тем больше, что площадь позволяют, а проблем с наявностью наставников нема. На сегодняшний день 74-го школы укомплектованы на 100% педагогическими кадрами. В область прибыло 874 молодых специалиста, и мы не ощущаем дефицита ни по какой специализации педагогической. Подчас урочистой линейки, на которой присутничают больше 2000 человек, от Гуменска-Габлова-Канкама школе уручается сертификат на 100 тысяч рублей на развитие спортивной инфраструктуры. Здоровому ладу життя тут у Воголя значная увага. Спортивно-оздоровленная база установок – это футбольная, хоккейная, гандбольная, баскетбольная пляцовки, зала, рытмики и танцы, гимнастичная зала и бассейн. Что тычатся базы учебной, то ее так само можно назвать сучасной. Лаборантские по химии, физице, биологии и лингофонные кабинеты для выучения замежных мов. Кабинеты информатики, музыки и выявленного мастерства. Комфортные для занятка умовы створены во всех классах – от старейших до молодших. Причим проектным расширением продугледжено створение зон у залежности от взрослых школьников. Первоклассники заусюду будут учиться, особенно от тех же десятиклассников. Волнения были. Мы вообще думали сначала в 66-ю, потому что говорили, что не достроят школу. Ну, слава богу, достроили. И очень рады, что ребенок пошел в эту школу. Замечательные классы большие, и спальня хорошая, все отлично. Все нравится, замечательно. У меня двое детей в этом году пошли сюда. Одна в первый класс, вторая в шестой класс. Я хочу выразить огромную благодарность. Вот у меня такое волнение. Я каждый день наблюдала за этой стройкой, реально видела, как это все происходит. И каждый день с уважением, с волнением ждали, когда построится эта школа. Огромное спасибо всем, кто участвовал в этом строительстве, всем организаторам. Это такой подарок нашему району, такой подарок нашим детям. Огромное-огромное спасибо. Реально, это просто бесценно на самом деле. Олег Сентюров, Александр Лупиненко, Валера Ихапанько, Телерадо и компания «Гомель». Соправдный подарунок до дня ведау. На базе оздоровленчего лагера «Чонковский бор» теперь працует початковая школа. Подея долго чеканная, як для детей, так и для батьков и педагогов, які разом займалися подрыхтовкой установы до нового навучального года. Подробязности – у наступным сюжете. Каля корпуса оздоровленчего лагера «Чонковский бор» святочная метусня. Кветки, музыка, дитячий смех, шасливые мамы и таты. Для першоклассников день по-соправдному особливый. Для их батьков так само. Заявление у лагеры базовой школы – это як минимум зручно для усіх, кто живе побач. Эмоциям нет предела. Садик нам уже надоел, мы уже давно хотели в школу. Я думаю, что все у нас будет хорошо. Мы очень рады, что открыли у нас новую школу. Радостно очень, что здесь будут в таком красивом месте учиться наши дети. Я выросла сама в этих местах. Я здесь играла, гуляла и видела, как строился этот корпус. Мне очень приятно. Корпус подрыхтованный до навучания литерально за некольки месяцев. До речи, активный удел у работах примали батьки школьников. Еще одна особливость будинка – разноплановость. На протягу навучального года я его планують выкаристовывать для занятков, а летом тут будут отпочивать дети. Базовая школа у лагеры саправдивы расшаем множество питанья. Это недостаток мест в школе. Это отсутствие возможности занятий только в первую смену. И также мы предоставим возможность продленного дня для всех желающих. Гости линейки отзначили умовы, у яких будут учиться дети. Это черговая резинечка новой установы. Тут на чистом поветре сарод дреу можно быть спокойным за здоровье школьников. 2020 год подарил сфера эдукации района немало становочих измен. А легаловная еще на переде. Сегодня мы открываем вот эту начальную базовую школу. Дальше мы будем развивать этот, назовем институт образования Гомельского района, который объединит сегодня дошкольное учреждение, которое будет наполнено спортивной базой. Сегодня в Гомельском районе больше як 700 детей пашли у перший класс школы. Додатковые классы организовали у поселках Чонки, Большовик и Весцы Романовичи. Миколай Скинтиян, Яугин Макеенко, телерадио «Компания Гомель». Уручение первых погонов, боевый флешмоб и веншование от кировництва Министерства. Сегодня в Гомельском областном управлении МНС пройшли мероприемства с уделом будущих и сучасных вратовальников. Наши корреспонденты побывали на урочистом разводе. Гэта – саправды уражвая. Урочистый марш – амаль 600 супрацовников Министерства по надзвычайных ситуациях. Офицеры областного управления, курсанты филиала Университета грамадянской обороны и наученцы лице МНС. В таком формате, когда на пляс выходит весь Гомельский гарнизон, ургию не день веда проводится у першиню. С родудельников развода – 60 першокурсников Галинового лицея. Форму яны опранули два тыдни тому, яши не вельми звыклися с ёю. Сёни яны отримливают свои першие погоны. По судности, яши хлопчики, большей стилициистов около 12-ти годов, яны уже зарабили свой житёвый выбор. После отбора областными управлениями и отримания запрошения на вудшобу, будущие вратовальники приехали у Гомель. Мне пришло письмо на поступление в МЧС. У меня был сосед МЧСника, и я очень сильно хотела тоже таким стать. С юных лет вот пошёл на МЧС. Мне пока что-то нравится, но я очень сильно скучаю по дому. Боевый флешмоб – выступление хоть и показальное, але добро демонструя узровень подрыхтовки вратовальников. Министерство по надзвичайных ситуациях – структура системы национальной безопасности. Отсюль и высокие потребования до якости подрыхтовки специалистов. У любую хвилину яны повинны приступить до ликвидации катастрофы вратовании життя у людей. Девиз белорусского МНС – профессионализм, адвага, гонор – для их сенс життя. Имеется всё необходимое аварийно-спасательное оборудование для выполнения любых функций – в воздухе, на земле, под землёй, на воде и под водой. И, в принципе, профессионализм наших ребят не вызывает каких-либо сомнений. Об этом подтверждают те цифры, которые мы сегодня имеем, в части того, что превысили 3000 спасённых, эвакуированных вот за первое полугодие. Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, отели радиокомпания «Гомель». Вучиться перемогать. Свято с нагоды Дня Ведау пройшло и в училищи Олимпийского резерва. Поднятие державных гостях под гимн на Олимпийских гульнях и чемпионатах света и Европы – это кульминация карьеры профессийного спортсмена. С ответственной церемонии и началась урочистая линейка. Выховывать чемпионов тут умеют, а маль кожный знавученцов – призер альбо переможца престижных стартов. Мне очень нравится, потому что у нас в училище такая атмосфера дружелюбная, дружественная. Мы друг другу помогаем, преподаватели к нам хорошо относятся. И мы можем как-то себя чувствовать более раскованно, но при этом выполнять то, что от нас требуют. Гомельское училище – одно из лучших в Украине. На учебный год начался «Амаль» для 300 юнаков и девочек, 92 из них – початковцы. Усей они представляют 12 олимпийских видов спорта. В этом году сформированы по 2,8 и 9 классов, 3,10 и 4,11 классов. На линейце присутствовали и выпускники училища, которые поступили сюда на курсовую подрыхтовку, где научают будущих тренеров. До речи, за лето тут подрыхтовали материально-техническую базу. Худка-набученцы в училище смогут стренироваться у новом спортивном комплексе на Портовой. Вступает в строй – это многофункциональный спортивный комплекс на Портовой, 12, где созданы все условия. Там 7 спортивных залов, и велобаза, и тренажерные залы, и игровой зал, фитнес-зал, велобаза. Ну, как говорится, все, вот, трудись, и все зависит только от ребят. От их целеустремленности, от их упорства, от их трудолюбия. Ну, конечно, это все будет прививать тренера. Светкование Дня Ведау набывает разные формы. Так, Гомельский державный мостатский колледж и картинная галерея Гаурила Вашченки организовали выставу под названием «Дипломник-2020». На ее открытие пришли студенты, наставники установы и просто аматеры мостатства. Тут представлены все летние дипломные работы выпускников отделения «Живопись и дизайн». Творы, правда, разноплановые. Про из них мостаки демонстрируют широкий спектр сенсов, сюжетов, переживаний и жанров. Выпускники выбирали для диплома у темы, який она сам речь их хвалюет. Выстава «Добрая нагода» показать студентам у первшую чергу першокурсникам правильный вектор развития. Они видят, на что ориентироваться, понимаете? Это цель и ориентир для молодого подрастающего поколения. Надеюсь, что эти дети нас тоже порадуют, как и предыдущий выпуск. У нас был такой значимый год. У нас три места на республиканском конкурсе. Четыре человека получили стипендии по поддержке талантливой молодежи президентские. У Комитета по сельской господарции Харчаванни Гомельского облывы Конкама новый кераудник. На посаду призначенный Сергей Левковец. Свою працовную деятельность уроджений с Брестской области распочинал экономистом на предприемстве Глинка Столинского района. Узначальва у сельско-господарчого предприемства у Минской области. А так само працавал первым наместником старшини, начальником управления по сельской господарции и Харчаванни Стародорожского райвы Конкама. С сегодняшнего дня у Гомелли з'явился новый автобусный маршрут номер 64. Курсировать он будет припынку Новое Житие да припынку в улице Пенязьково. Автопарк номер 6 вылучил две одинки руководства для обслуговования маршруту. Перевозить пассажиров в этот рейс будет по буднях. Подробязный расклад из писпункта у припынку можно удокладнить на горячей линии автобусного парка по номеру Гомелли 5169-32. Оранжевый уровень небеспеки обвешаны в Гомельской области на 2-го вересня, что обумовлено с пякотой. У середу будет в облачность с прояснениями. На большей части региона ночью мягчимые опадки. Ветер прогнозуется до 9 метров за секунду, порывами до 14. Температура поветра у ночные годины до 20 градусов, у дзенны до 30 и выше. В связи с проведением техничных работ на антенномачтовых сбудованиях, на этом тыдне в городе Гомелли и на отлеглости до 40 километров от областного центра будет припынено эфирное телевизионное и радио-вещание. Размова идет про период часу с 2 по 4 вересня. С 9 ранницы до 5 вечера будет отсутствовать трансляция телеканалов агульнодоступного пакета, а так само радиостанции. Мягчимы перепынки трансляции программ у некоторых сетках кабельных операторов. У выпадку завершения работ ранее позначенного термину, дзеннасть передатчиков будет адновлена. Гэта и а так само иншая новины. Информацию об проектах телерадоокампании Гомель вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvergomel.by На гэтым выпуск завершенный. Всего доброго и до новых встреч у эфиры. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. Поспешил и угодил под колеса. В Мозыре в результате ДТП пострадал подросток. 18-летний водитель мопеда Хорс Альфа двигался по дороге бульвара юности. Со стороны улицы Гагарина в направлении Притыцкого он наехал на 15-летнего велосипедиста. Тот внезапно выехал на нерегулируемый пешеходный переход. В результате чего получил травмы и был госпитализирован. Госавтоинспекция напоминает о том, что при пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу велосипедисты должны везти велосипед рядом с собой и руководствоваться требованием, предусмотренными правилами дорожного движения для пешеходов. Также необходимо помнить, что перед тем, как перейти дорогу, необходимо убедиться, что выход на проезжую часть безопасен. Водителям же стоит помнить о том, что при приближении к пешеходному переходу нужно проявлять повышенную бдительность и внимательность. Необходимо всегда быть готовыми к остановке в случае появления граждан на дороге. За минувшие сутки зарегистрировано два лесных пожара и один в жилом секторе. В агрогородке Загорье Светлогорского района горели блочный гараж и деревянная хозяйственная постройка. Огонь уничтожил кровлю гаража, а также повредил крышу сарая. Пострадало и имущество в обоих зданиях. Обошлось без пострадавших. Рассматривается версия нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Хотел драйва и адреналина, а получил уголовное дело. В Гомеле молодой человек прыгал по крышам машин. Правоохранителям поступило два сообщения по данному факту. В первый раз сообщила гомельчанка, что неизвестный повредил капот и крышу ее авто. Свой Форт Мондео она оставила около дома, а ближе к вечеру увидела повреждения. Через какое-то время в милицию обратилась и хозяйка машины Volkswagen Golf. Она сообщила о повреждении крыши и лобового стекла. Оперативники установили личность хулигана. Им оказался ранее судимый 18-летний парень. У его друга нашлось и видео прыжков. Нарушитель пояснил, что хотел драйва и адреналина, а также покрасоваться перед девушкой. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Не понравилась громкость музыки. Именно это стало поводом украсть аудиоколонку для хулиганов из Гомеля. О пропаже аудиоколонки, которая находилась внутри автомата по продаже газированной воды, сообщил владелец устройства. Оперативники быстро установили личность молодых людей. Ими оказались неработающие гомельчане 18 и 17 лет. Они вернули похищенное. Правоохранителям объяснили, что им не понравилась громкость музыки, которая играла в автомате. Нарушители рассказали, пока один стоял на страже, второй изучил строение аппарата. После нескольких попыток он выломал решетку и забрал колонку. Теперь обоим предстоит ответить по закону. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Правоохранители разыскивают мужчину. Этот молодой человек подозревается в причинении телесных повреждений посетителю ночного клуба, который находится на набережной. Происшествие случилось 22 августа. Если вы узнали этого мужчину или обладаете какой-либо информацией о его местонахождении, сотрудники милиции просят сообщить по телефону, указанному на экране. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Завершился кубок Руслана Салея, победитель турнира «Динамо Минск». Серебряный призер «Столичная юность». В борьбе за бронзовые медали боролись «Динамо Молодечно» и «Гомель». Для Гомеля проведение кубка Салея стало значимым мероприятием. Во-первых, на трибуны вернулись зрители после перерыва. Во-вторых, финал республиканского турнира принял областной центр. Гомельчане были в предвкушении хорошего хоккея. Жду победы «Рыси» и болею за них. Хотелось бы победы родной команды, «Гомеля». Упорная борьба, но я думаю, что ребята смогут. У нас очень много талантливых хоккеистов, поэтому я верю в нашу команду. Наши хорошо забросили первую шайбу. Конечно, «Динамо» тоже не дремлет, дал хороший отпор. Надеемся, что наши также будут в дальнейшем сдерживать позиции свои. Я думаю, что «Гомель» выиграет. Они сильные, хорошие и молодцы. Открыли счет номинальные гости площадки «Рыси». На восьмой секунде забросил шайбу Егор Корбит. Чуть больше двух минут понадобилось хоккеистам из Молодечна, чтобы восстановить паритет. За две минуты до конца первого периода гомельчане остались в меньшинстве, и Соловьев из «Динамо» не упустил момент. 2-1. Во втором периоде представители Молодечна еще раз воспользовались удалением у гомельчан, и Климович поразил ворота Мерзлова. 3-1. За семь минут до конца второй двадцати минутки гомельчане остались в большинстве. Воспользоваться численным преимуществом, увы, не получилось. В третьем периоде представители Молодечна не дали опомниться гомельчанам и забросили шайбу в первые 30 секунд. 4-1. За три с половиной минуты до конца матча произошла небольшая потасовка. Гомельчане снова в большинстве, но хоккеисты Молодечна забросили в ворота «Рыси» пятую шайбу. Итоговый счет 5-1. За матч подопечные Стася создали немало моментов, но доводить атаки до конца у них не получалось. Главком гомеля такой игрой остался недоволен. Не было движения, не было энергии, мертвая лавка, раздевалка. Не знаю, кто-то, наверное, довольствует тем, что команда попала в финал. Посмотрим, значит, этих людей здесь не будет. Я максималист, и это кому-то достаточно финала, мне недостаточно. С победой Молодечна. Отличное движение было. Мне понравилось. Чего не скажешь о нас. Каждый тянул одеяло на себя сегодня, каждый пытался быть каким-то героем. Не было дисциплины. На передышку после турнира времени нет. Уже через неделю стартует чемпионат страны. Первый поединок областное дерби. 7 сентября Гомель на своем льду будет принимать «Металлург». Начало матча в 19.00. Также сегодня стало известно, что 4 сентября пройдет традиционная встреча с болельщиками. На интересующие и актуальные вопросы ответит руководство клуба, тренерский состав и ряд игроков команды «Экстра-лиги». Поединки 1-16 Кубка Беларуси по футболу продолжаются. 5 сентября на площадке встретятся футбольные клубы «Островец» и «Минск». Сегодня сыграли «Крумкачи» и «Динамо Минск». Накануне матча провели остальные клубы страны. На этой стадии нашу область представляли «Светлогорский химик», «Гомельский локомотив», «Мозырская славия», «Ричицкий спутник», «Житковический миллиоратор» и «Гомель». В следующую стадию Кубка страны прошли «Славия» и «Спутник». «Мозыряне» обыграли «Пинскую волну» 4-0, а представители «Речицы» были сильнее «Бобруйской белшины» 3-2. «Химик» потерпел поражение от «Брестского руха», «Локомотив» от «Слуцка» 0-2. «Миллиоратор» проиграл «Брестскому «Динамо». «Гомель» на своей площадке встречался с «Шахтером», с «Олигорчане» создавали больше моментов и реализовывали их. «Зелено-белым» же не хватило мастерства переломить исход игры в свою сторону. Открыл счет «Архипов» из «Шахтера» на 10-й минуте. На 55-й минуте второго тайма реализовал момент «Бодул» и увеличил отрыв гостей площадки. На 81-й минуте «Юденков» из «Гомеля» сократил разрыв. Игроки «Шахтера» не расслаблялись и их шип боя в дополнительное время оформил дубль. Итоговый счет 1-4. Сегодня мы знали, что соперники играли в дополнительное время в лиге «Европы». Сил потеряет много, но они себя достали, силы нашли. Мы старались им показать хороший футбол, играли в атакующие, мы не сидели. Мы играли в футбол против них. Но, видимо, у них исполнение оказалось чуть лучше, чем у нас на сегодня. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4». Оставайтесь на «Беларусь-4». Оставайтесь на «Беларусь-4». Оставайтесь на «Беларусь-4». Оставайтесь на «Беларусь-4».